Хочется послушать Саслана? Уже собирался что-то сказать? Саслана, давай, давай. Добрый вечер. Ну, на самом деле, интересный стол и очень приятно слушать всех. И такое мнение очень крутое. То бывает, что слушаешь кого-то там на других столах или еще где-то, все размыто, здесь какая-то конкретика есть. И на самом деле, я согласен с позицией то, что можно отменять лимит, согласен с тем, что у нас есть какие-то там уже какой-то устав написан тем, что есть какие-то медийные игроки и так далее. Мне кажется, здесь надо начинать с самого себя. Нам никто на МКС не запрещал, чтобы у нас был только один медийный игрок, то есть не футболист. У нас их играло 3,4. Ну, потому что это все упирается в людей, в структуру клуба и в их цели. Но это МКС. На МФЛ есть возможность участвовать в Кубке. С чем сталкиваюсь сейчас Родина Медиа? Я понимаю, что если подводя к тому, что, например, ФК-10, она выиграет МФЛ, им надо участвовать в Кубке, как раз-таки прокатить свой состав на МФЛ, и потом подобраться там в лучшем случае к Кубку, будет проще. Нежели сейчас, как Саше, тяжело там со своей обоймой подходить к Кубку. Важная часть, к чему в целом там вся философия, наверное, расстроилась. Если мы хотим отменять лимит, то нам надо делать какую-то закрытую лигу, где будет у нас регламент, который будет как раз-таки отвечать за трансферы, за этих игроков, за какую-то манипуляцию с этими игроками. Потому что, ну, драфт и так далее. Если мы закрываем лигу, мы понимаем, что или тестовая какая-то лига будет, где пул команд, который определит аудиторию, или там какой-то исполком руководителей, да, как есть в российской премьер-лиге, который будет собираться за таким круглым столом и решать, что, условно говоря, там есть пул 16 команд, или там 12, которые входят, они играют там регулярный чемпионат, в который мы тестим все вот эти вот как раз-таки приведенные здесь правки в регламент, да, например, про МФЛ, если мы говорим. Вот, или же мы тогда берем, объединяем регламент между двумя турнирами, МФЛ и МКС, и по одному регламенту мы играем один год календарный, и где мы смотрим, это идет или нет, аудитория это смотрит или не смотрит. Если мы к этому приходим, смотрим, условно говоря, как мы сыграли без лимита. Насколько были там, условно говоря, вовлечены игроки там в лодикс, или там фанки играли они в басе, или не играли они в басе, это уже вопрос будет к нам внутри. Я со многим здесь согласен с тем, что, ну, как бы, сейчас понятие медийное, оно размытое, да, мы закрываем лигу, я с этим согласен, что мы отменяем этот лимит, мы работаем так. Но если этого нет, то смысл, ну, смысл сейчас, как бы, пытаться что-то отменять, потому что в любом случае мы можем обойти регламент, мы можем привести футболистов из Ливии, мы можем привести там, у нас Араз ездит один раз в сборную Туркменистана, он у нас медийный, хотя там у нас какой Араз может быть медийным или Делима, когда там играет, у кого-нибудь там, я не знаю, выйдет, ну, Азамат. Азамат или Артем Разин выйдет, ну, это чуть-чуть, как бы, я согласен с этим. Мне кажется, что, ну, сейчас так категорично уходить от этого лимита, ну, невозможно. Давайте.